Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов провел брифинг для парламентских журналистов. Отвечая на вопрос о законопроекте, связанном с педофилией, Сергей Миронов сказал. Слава Богу, похоже, начались позитивные, может, что-то не говорит, что-то подвижки по печально известному закону о сексуальной насилии, и, короче, закон по парламентских журналистов. Дело в том, что вы знаете, что в лесу президент, закон очень нужный, правильный, но есть депутатский закон. Закон президентский и депутатский пересекаются только в одном месте, в одном статистике. Замечательно друг друга дополняют. Но если принять только президентский, мы многие вещи в лазейке оставляем. И мы добивались того, чтобы, ну, взять, допустим, в рамках второго чтения и все сущностные поправки, вернее, сущностные положения депутатского законопроекта в виде поправок подать. Категорически люди против, но сейчас вроде бы процесс пошел. И вроде бы сейчас договариваемся, и, ну, поверьте, я об этом слышал, что похоже, так и так, как он говорит, и мы будем. И мы договорились с Евгением Борисовым, что наш законопроект, мы ни в коем случае отзывать не будем. Более того, даже когда поправки наши примут, пока мы не увидим подписанный закон, мы наш законопроект будем держать. Сергей Миронов предполагает опубликовать свою предвыборную программу в конце этой недели и 31 января в Интерфаксе провести пресс-конференцию на тему будущего правительства. Размышляя статье Владимира Путина о национальном вопросе в России, Сергей Миронов заметил, Я прочитал статью, понятно, к чему, к выборам Владимира Владимировича. Очень много дельных предложений. Ну, я не буду отсылать вас к своей статье в национальном вопросе «Твордоровая справедливость» осенью прошлого года, но многие вещи, понятно, в общем-то, мы государственники, и здесь много общего. Но я обратил внимание на вот что. Когда я в том числе в своей программе чётко говорю, что нужно принимать закон о национальной политике в Российской Федерации и в первой статье этого закона прописать, что русские государственно образующие народ, то есть это сделает нормой закона. А Владимирович делает очень хитро. Он говорит, что русские государства образующие народ, это по факту самого государства российского. То есть он вроде об этом говорит, но не фиксирует. То есть с чего фиксировать это с законом? Я считаю, что нужно в законе зафиксировать. Ну и в этой же статье я увидел, что наконец-то, на моей памяти, после, по-моему, лет 8 или там 7, вот мои неоднократные обращения, предложения, всё-таки создать орган в исполнительной власти, который бы занимался национальной политикой, вот наконец-то премьер считает, что да, это нужно делать. Недовольство людей назревает. И во что оно выльется, это вопрос. Польша всего разрушает нашу страну огромное социальное расслоение. Вот наличие двух Россий в нашем многонациональном государстве – это самая большая угроза. Две России, а между Россией бедной и богатой. Ничто большее, ни какие-то, значит, там, пятой колонны, ни какие-либо там действия чиновников, либо бездействия, никакие другие вещи, значит, всё вторично. Первично то, что в течение 20 лет проводились либеральные реформы, и мы находимся у разбитого корыта с точки зрения единства страны, единства народа. Потому что и национальные проблемы, и коррупционные, и все, вот любую проблему возьмите, и, знаете, как бы скрести, и окажется, что первой причиной – это огромное социальное расслоение. Это ощущение, чувство несправедливости, удавляющее большинство россиян. Вот это, мне кажется, самая больная проблема.